Приветствую всех любителей Сидмерс Цивилизейшн 6! Продолжаю вам рассказывать о всяких секретиках. Меня, кстати, зовут Лёша Халецкий. И сегодня поговорим о великих людях. Откуда они берутся, что с ними хорошего можно сделать и так далее и тому подобное. Ну, во-первых, поменялась немного механика, что мне не очень нравится. Сейчас, в шестой цивилизации, очки великих людей... Ну, уточню, что чтобы получить великого человека определенного типа, вам нужно набрать какое-то количество очков. Какое именно количество, я чуть позже скажу. Но вот это набирание очков идет только от районов и некоторых чудес. Ну, там тоже есть определенные... Еще и от великих людей некоторых, от особенностей цивилизации, но это очень частный случай. Так все идет, в основном, конечно, от районов. То есть, чтобы набрать очки великого ученого, вам нужно строить кампусы и здания в них. Каждый район и каждое здание в нем будет давать по одному очку великого человека. Вот видите, там библиотека, университет одну очку великого человека. Следующая у нас лаборатория тоже одну очку великого ученого. И это все касается всех остальных тоже и районов и зданий, если не написано что-то другое. Вот что мне тут не нравится. То, что теперь специалисты остались, специалисты остались, то есть можно посадить специалистов в районы. Но они, к сожалению, очков великих людей не дают. Как это было в четвертой цивилизации, как это было в пятой цивилизации, этого нет. И это жалко, потому что убирается механизм выбора между тем сажать вам жителя на обработку клетки или сажать в район как специалиста. Это важный момент выбора, по-моему, был и важный момент развития. Тут получается все, у тебя жители на развитии, очки великих людей ты получаешь просто со зданий и районов. Ну да, иногда можно посадить в район, когда вам нужно больше науки или больше производства, но это уже к концу игры происходит, когда у вас много жителей. Не так это интересно, к сожалению. А вот что интересно сделали, это момент соревновательности. Теперь за всех великих людей игроки соревнуются между собой, кто быстрее наберет те самые очки. И это правильно. В игре все должно быть соревновательно, по-моему. А то каждый там сам с собой варился в этих великих людях. Вот у нас есть графики, на которых нарисовано, какие нации сколько очков уже набрали за каждого великого человека. И отсюда можно решать, надо ли вам ускориться, надо ли вам купить великого человека и так далее. В Сидмерс Цивилизейшн 6 каждый великий человек имеет свой бонус. Конечно, этот бонус исходит от его специализации, то есть ученые какие-то бонусы на науку будут давать, торговцы на золото, естественно. Но они все разные. И какой-то великий человек вам больше подойдет, а какой-то меньше. А какие-то прям есть убер, которые подойдут всем. Но надо понимать, что в начале игры вообще доступны все великие люди. То есть все возможные придуманные разработчиками великие люди могут быть наняты. Почитать списком или таблицей вы их можете на сайте, на моем сайте в разделе великих людей. Но, скорее всего, самая большая вероятность, что вы всех их все равно не най... Ну, я имею в виду, вы... Вообще все игроки в игре, скорее всего, не смогут нанять всех великих людей. Несмотря на то, что здесь, например, может быть полностью все свободно. То есть, типа, все великие люди наняты, но на самом деле многие из них будут пропущены. Объясняю, почему. Изначально, видите, великие люди доступны, исходя из эры. Вначале тут все будут в античности. Великие люди из античности. Не считая, правда, только вот великого художника, великого музыканта и великого инженера, по-моему. Просто потому что, ну, вы не можете великого инженера нанять раньше Средневековья. Потому что вы открываете, собственно, возможность строительства промышленной зоны. То есть, того района, который будет генерировать очки великого инженера только в Средневековье. То же самое касается художника. Потому что у вас открывается археологический музей. Где вот возрождение, да? То же самое касается музыканта. Потому что изначально куда сажать музыкантов тоже не сразу появляется. А так все начинают с античности. И вот если мир, все нации, как бы, ну, лучше так сказать, если планета перешла в следующую эпоху, а следующая эпоха вот в этом ползунке показывается. Причем я пока не вычислил, может мне кто-нибудь в комментариях подскажет, но как вот высчитывается этот ползунок. Это не обязательно, чтобы все нации вышли в Средневековье. То есть кто-то может быть и впереди, кто-то позади. Но планета вот в Средневековье. То есть на данный момент планета в Средневековье. Как только это происходит, как только вот мы переходим в Средневековье всей планеты, то следующие великие люди будут приходить уже из Средневековья. Сначала вам остается один великий человек из прошлой эры. Причем, обратите внимание, флотоводец, торговец и писатель, они из античности. Как только они будут наняты, следующие великие люди уже будут из Средневековья. Но каждого великого человека, типа великого человека, несколько из определенной эпохи. Например, великих торговцев три Калаус, Джан Тянь и Марк Летин Некрас, который нам тут доступен. И по идее, если бы мы долго оставались в античности, то все три этих великих торговца мы бы могли нанять. Но так как мы уже перешли в Средневековье, ни один из великих торговцев не нанят, обратите внимание, то вот у нас остается только Марк Летин Некрас. Сейчас вот я не буду сейчас нанимать, чуть побольше это сделаю, но вы увидите, что только я найму его, следующий великий торговец уже будет из Средневековья. Требуемые для найма очки тоже зависят от эры. Я раньше думал, честно говоря, что каждый новый великий человек требует больше очков. Но это видимость была из-за того, что просто следующие великие люди уже из другой эры были. На самом деле, вот все великие люди античности будут требовать 30 очков. Ну, я сейчас говорю, это сетевая скорость. Для стандартной скорости, естественно, в два раза больше все. В Средневековье уже 60 очков. В Возрождении – 120. Вот, собственно, поэтому, видите, великий художник изначально 120 требует. Великий музыкант – 210, потому что это великий человек из промышленной эры. Современной эры будет 330, атомной эры – 480, ну и так далее. Но великих людей можно еще и купить за золото, либо за веру. Количество требуемого золота или веры зависит от того, сколько вы уже очков великого человека набрали. Для веры оставшееся необходимое количество очков умножается на 10 и прибавляется 150. Вот, например, видите, ну, для пророка я вообще ничего не набрал. 60 умножить на 10 – 600, и плюс 150 – 750. Для золота же необходимое оставшееся количество очков умножается на 15 и прибавляется 200. 60 умножить на 15 – это 900, и плюс 200 – 1100. Давайте на другом примере. Вот здесь мне осталось 17,8 очка, да? Умножаем на 10 – 170, 178, плюс 150 – 328, и округляется вверх до десятых. Собственно, со всеми остальными вы можете такие же подсчеты проделать. Так что, если у вас все неплохо с верой или с золотом, то не забывайте нужного вам человека быстренько выкупать. Ну, еще один интересный момент, замечу, который будет явно очень редко встречаться у вас, но, в принципе, такое может быть. Может быть. Если у вас закончились все великие люди, например, все великие торговцы античности, но при этом мир не перешел в следующую эпоху, у вас появятся великие люди следующей эпохи, они появятся в Средневековье, но при этом стоить они в великих очках будут больше. Ну, не знаю, так, процентов на 50 дороже будут примерно. Ищите банкомат, в котором можно оплатить услуги ЖКХ. Введите банкомат оплаты ЖКХ в приложение 2GIS и найдите то, что нужно. 2GIS — это карты городов, которые работают даже офлайн, и справочник организаций. Абсолютно бесплатно скачивайте приложение под вашу платформу на сайте 2GIS.ru. 2GIS, если быть точным. Я не хочу вдаваться и не буду, собственно, в объяснение, что делает каждый великий человек, потому что их очень много. Читайте описание. Обычно тут все очень точно написано. Иногда бывают ошибки с тем, что они дают из-за скорости. Вот в данном случае, например, Марк Летини Красс дает 30 золота. Даст 30 золота. Это правильное описание, потому что на стандартной скорости, например, он даст 60 золота. А иногда бывает великий ученый, там написано 500 золота дает, на самом деле меньше будет, если мы про меньшую скорость говорим. И нету никакой возможности узнать, какой следующий великий человек будет. Они выпадают рандомом в зависимости от той эры, которая сейчас идет. Но если эра сменилась и не выпал тот ученый, который был в этой эре, и вы его ждали, его уже и не будет. Все. Следующие ученые будут из следующей эры. Опять же, имейте это в виду. Ну, писатели, художники и музыканты дают всегда одно и то же. Произведение какое-то, которое вы можете как шедевр поместить. Все же остальные великие люди всегда разное дают. Опять же, посмотрите таблицы с великими людьми, какие могут быть. Ну, или сыграйте много игр, примерно вы представите, какие могут выпадать, и уже можно от них ждать. А, ну, естественно, великий пророк тоже всегда дает одно и то же. С его помощью вы можете основать религию. И если вы уже основали религию, все, пророк не будет доступен. Либо же, если основаны все возможные религии. Потому что в каждой игре количество религий ограничено. Вот, например, на игре на 8 человек только 5 религий возможны. Если они все 5 будут основаны, то великий пророк будет уже недоступен. Теперь давайте я вот найму великого торговца. И увидите, как изменится количество очков, требующихся для следующего великого торговца. Но обращу ваше внимание еще на возможность отказаться. Если вам не нравится этот великий человек, вы можете всегда от него отказаться. У вас останется набранное количество очков для следующего великого человека. Но вы должны понимать, что в данном случае следующий великий человек для меня, если я откажусь, уже будет из средневековья. И мне придется набирать больше очков. Наверное, 60 уже придется набирать. Кроме того, если все, все игроки отказываются от великого человека, то последний игрок, которому он предлагается, получит его бесплатно. Он уже не сможет от него отказаться, но он не потратит на него очки великих людей. То есть они у него останутся дальше. Ну и, соответственно, он дальше предлагается вот по очереди. Понятно, что если оба, например, вот в данном случае Перикол бы тоже набрал 30 очков, то предлагается тому, у кого общая сумма великих очков, в первую очередь предлагается, набрана больше. Ну давайте я вот найму. Люциния Краса. Видите, следующий торговец из Возрождения вообще уже сразу. И будет требоваться 120 очков на его покупку. Причем у меня сохранилось 11,5 очков. Это способность Бразилии такая. Ну, во-первых, у меня там был больше требуемых 30. Они тоже сохраняются, те очки великих людей, которые вы больше набрали. Они перейдут на следующего великого человека. И плюс у меня еще 20% очков великих людей от способности Бразилии перешло сюда. Думаю, у кого-то у нас возник вопрос, а почему великий торговец не Средневековье? А потому что великих торговцев из Средневековья просто нету. То есть нам сразу предлагают великих торговцев из Возрождения. Еще уточню одну интересную деталь про великих людей. Они бессмертны. Вы можете использовать великих людей для исследования территории совершенно спокойно. На них могут нападать, да. Но при этом они будут возвращаться просто в ближайший ваш город. Они не умирают. В отличие от того, что было в пятой Циве, например, да и в четвертой тоже. Тут великих людей можете бегать ими, носиться. Даже генералов это касается. То есть генералов теперь нельзя захватить, убить, чтобы у соперник потерял способность вас атаковать лучше. Все касается... То же самое касается всех великих людей. Несмотря на то, что у них тут здоровье написано. Но здоровье это, наверное, касается все-таки и ядерного оружия. Вот если вы скинете ядерную ракету, то все юниты поумирают. Да, это так и есть. А вот просто бегать по карте, совершенно не опасаясь того, что его убьют. То есть можете к сопернику там забегать на его территорию. Ну, если у вас война, конечно, идет. Если у вас закрыты границы, вы не сможете забежать. Совершенно спокойно можете этим заниматься. Ну и последняя важная деталь, которая касается не только ускорения получения великих людей, но и вообще ускорения собственного развития, это проекты. Если вы построили определенный район, вы можете создавать в нем проекты. В промышленной зоне логистика промышленной зоны. В кампусе исследовательские гранты, в коммерческом районе инвестиции в центр коммерции. И через определенное количество ходов, ну, на самом деле, это зависит от того, сколько вам производства надо потратить на этот проект. Вы, во-первых, получаете очки великого человека, зависящего от этого района. А во-вторых, генерируется ресурс, к которому относится этот район. Это вообще, ну, по-моему, офигенная задумка в плане замены. Вот помните, что в прошлых цивах был просто такой, типа, вы заменяете производство на какое-то там на науку, на генерирование науки, на генерирование золота. Так вот, раньше, так знаете, так было немножко жалко. То есть вы просто одно меняете на другое с не очень качественным курсом, там, не знаю, 10%, 15%. Здесь же к этому еще и добавили возможность получения великих людей. И это становится более осмысленной стратегией играть через проекты, когда вам не надо ничего строить. Ну, сразу скажу, что механизм замены производства на науку, на золото, остался примерно тем же. То есть, когда вы, вот я, например, запущу исследовательский проект, я получаю 15% той продукции в виде науки. Той продукции, которую я трачу на исследовательский проект в виде науки. Причем самое интересное, что вот в шестой циве, потому что в прошлых я такого не помню, оно конкретно начинает добавляться к вашему плюсу вот здесь. Поэтому, если вы видите у соперника, ну, там, заходите в всемирный рейтинг, это касается, конечно, когда вы с живыми людьми играете, потому что у компьютера тут всегда читерство происходит в этих показателях. Если вы заходите и видите, что у него в науке тут какие-то нереальные цифры, хотя вы знаете, сколько у него кампусов построено, сколько у него должно быть науки, это значит, что он запустил эти самые проекты. Он запустил у себя исследовательские гранты, например. Ну, то же самое касается культуры. Причем самое интересное еще, не обратил ваше внимание, у великих людей. При наведении на графике вам показывается, сколько конкретно очков великих людей сейчас набирается у каждой нации, даже у тех, которые вам неизвестны. И таким образом, вот зная то, что, например, один кампус дает одну очку великого человека, вы понимаете, что у Перикла либо два кампуса, либо один кампус и библиотека. Кстати, у компьютеров никаких бонусов к этому делу, в отличие от других параметров, не будет. К очкам великих людей нет никаких бонусов. Кроме того, вы, конечно, можете и так просто посмотреть вот на карту, но, то есть, увидите, вот, например, видите, у Грека кампус и библиотека. То есть, вот кампус и библиотека и все из всех городов. Кроме того, кстати, еще и в дипломатии. Зайдя в дипломатию и наведя на город, вы конкретно можете увидеть, какие районы тут построены. Но это все только если вы открыли карту. Вам видно на карте, что тут стоит. Если же вы не видите города, то есть, вот я, например, вот этот город не вижу, и, соответственно, у меня никакой информации по нему нету, то великие люди – это прекрасный способ узнать эту информацию. Наведя на график, вы видите, сколько здесь очков великих людей добавляется. Исходя из этого, вы понимаете, что у игроков построено. А вот обратите внимание, у Ганди 1,2 очка великого человека. Это значит, что у него, во-первых, принято... Ну, у него один кампус всего лишь, даже в библиотеке просто один кампус. Но при этом у него принята античная республика, видите, которая дает плюс 15% очков великих людей. А, ну и все, собственно, принята античная республика. Этого достаточно, чтобы 1,2 получать сверху. Но вернусь к проектам. Во-первых, стоимость самих проектов постоянно изменяется. И зависимость там примерно такая же, как и у районов. То есть, чем больше у вас открыты технологий и цивиков, тем дороже будет проведение проектов. Я не буду вдаваться в формулы конкретные, опять же. Просто, знаете, что они... что оно увеличивается, эта стоимость. Также при этом увеличивается и количество очков великих людей, которые вы в итоге получите, закончив один из проектов. И это количество очков великих людей тоже зависит от того, сколько у вас технологий и цивиков открыто. И я еще немножко отвлекся, не договорил, сколько продукции... Не продукции, а как конвертируется продукция в другие ресурсы. Как я сказал, кампус даст 15% науки от того количества молотков, которые вы потратите на этот грамм. То же самое касается... Проекты в индустриальной зоне, гавани и военном лагере дадут 15% золота от производства. В театре 15% культуры. В священном месте 15% веры. А вот коммерческий район даст 30% золота от производства. Имейте в виду, именно вот коммерческий район почему-то увеличен выхлоп золота. Кроме того, есть специальные районы у некоторых наций. Например, вот я играю за Бразилию. Карнавал можно тут проводить в районе под названием Карнавал. И он даст одно удобство. Причем на один ход еще и бонус к приросту очков великих людей. Причем всех типов тоже Карнавал дает. Ну и вообще уникальные районы, они как бы больше бонусов дают, чем обычные. То есть, например, видите, верфи Королевского флота, английские, они дают два очка великого флотоводца за ход. В то время как обычная гавань одну очку. Ну и так далее. Или, например, у России Лавра дает очки великих писателей, художников и музыкантов. Получается, что у России даже без культурного района может быть куча вот этих великих людей на самом деле. Я не буду вдаваться в подробности. Это уже вы сами смотрите. Есть Пантеон, который дает плюс одно очко великих людей дополнительно к некоторым великим людям. Есть чудо замечательное. Ну, во-первых, практически все чудеса дают очки великих людей. Там Альгамбра, видите, плюс два очка великого полководца. Биг Бен три очка великого торговца. Ну и так далее. Но есть такое замечательное чудо Оракул, которое дает... Вот, меценатство в отношении великих людей расходуется на 25% меньше веры. То есть вы можете на четверть дешевле за веру купить великого человека. А еще и районы в этом городе плюс два очка великих людей своего типа дают. Кампусы начинают давать больше очков великих людей. Промышленная зона и так далее. Замечательное чудо. В общем, механику я вам объяснил. Думаю, стало понятнее. Пользуйтесь дваги, сыграйте в умные игры и давайте уже лучше разбирайтесь в шестой циве. Всем пока. Спасибо, что застарели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк. А во-вторых, поделиться этим видео. Раз уж вы застарели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен. И это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры. Субтитры сделал DimaTorzok